Дата 25 октября для жителей Карачева до сих пор отдаётся болью в сердце. В этот день, в 41-м году, карачевская деревенька Хатсунь стала местом страшной трагедии и первой в списке жертв фашистского геноцида. Позже её судьбу повторили ещё 12 брянских деревень и тысячи селений бывшего Союза. Почтить память своих погибших земляков собрались не только жители Брянщины. Возложить цветы к месту расстрела узников в концлагере, а также к саркофагу мемориального комплекса Хатсунь приехала целая делегация из Москвы. Даже в таком возрасте, со своими болезнями, со своими проблемами, ветераны за тысячи километров едут, те, кто остался в живых, чтобы отдать почте и дань уважения своим сверстникам, кто сложил годы Великой Отечественной войны. Будь это мирные жители, будь это военнослужащие, которые дали нам эту святую победу. По окончании митинга руководители района и ветераны отправились на само место трагических событий. Сейчас там заканчиваются работы по возведению мемориального комплекса Хатсунь, который станет первым в стране местом памяти мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мы все этим масштабом не просто удивлены, а обрадованы, что эта вечная память будет увековечна, что они будут помнить. И мы обращаемся, вот я от имени всех наших, от нашей делегации обращаюсь в Государственные доми, к Московской городской доме, к правительству Москвы, чтобы помогли построить этот мемориал. Важно отметить, что бывшие малолетние узники и сами всячески помогают увековечить память жертв Хатсунской трагедии, перечисляя личные средства в фонд поддержки строительства мемориала. Кроме того, благодаря им вскоре увидит свет второе издание книги «Хатсунская исповедь». Наталья Сигаева, Аристарх Никитин, События, Карачевский район.